Вымпел Сиквел киношной Лары Крофт отменен В какой школе можно поиграть во что-то, кроме контры на информатике Разработки отечественного игрового движка Артбуки по аватару И настольной игре Эволюция Начинаем мы по традиции с новостей, слухов и утечек из игровой индустрии Сегодняшний выпуск будет особенно интересен всем тем, кто истинно интересуется инновационными технологиями, внедряемыми на просторах нашего необъятного отечества Алисия Викандер, сыгравшая Лару Крофт в экранизации Tomb Raider 2018 года, в ходе интервью рассказала о судьбе сиквела По ее словам, после того, как Amazon приобрела компанию Metro Golden Mire, фильм оказался в подвешенном состоянии Напомню, что первая часть Лары Крофт с Викандер вышла в марте 2018 года Собрала в мировом прокате почти 275 миллионов долларов при бюджете всего в 94 Однако картина получила смешанные отзывы И, судя по всему, слопыхатели будут удовлетворены Продолжение можно не ждать Россия продолжает развивать киберспортивные виды спорта В стране открылась первая государственная школа по Dota 2 и League of Legends в Новосибирске Она работает на базе школы Олимпийского резерва по стрелковым видам спорта В ней есть все нужное современное оборудование для будущих киберспортсменов Их обучают профессиональные тренеры А на первый курс зачислено больше 10 молодых человек Попасть в школу можно благодаря результатам индивидуального тестирования и игровым показателям Набор идет с 12 лет Кроме правил убийства, крипов и своевременных гангов Будут обучать и физической подготовке Приятно видеть, что Российская Федерация продолжает вкладываться в перспективное киберспортивное направление По информации источников издания «Коммерсант» глава Ростеха Сергей Чемезов Выдвинул инициативу по поддержке госкорпорации создания отечественного игрового движка Разговоры о котором идут аж с мая Чемезов предложил ради этого передать его структуре в фонд «Росинфо.ком.инвест» Средства которого и пойдут в дальнейшем на разработку Сам глава также уведомил об идее Российский фонд развития информационных технологий Ведь изначально финансировать движок планировалось именно через гранты этого самого фонда По словам представителей Ростеха, этот движок понадобится не только для геймеров Но и VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и, разумеется, образования Сообщается, что ряд продюсеров крупных игровых студий дали комментарии «Коммерсанту» Отметив, что идея Ростеха вполне логична и имеет все шансы на достойную реализацию Стриминговый сервис Netflix опубликовал итоги второго квартала Чудо не случилось, компания продолжила терять подписчиков Их общее число сократилось еще на 970 тысяч и составило уже 220,67 миллионов пользователей Впрочем, сервис уже пообещал, что в третьем квартале потерянный миллион отыграется обратно Несмотря на эти неприятности, что удивительно, выручка Netflix выросла на 9% До 7,97 миллиардов долларов Чистая прибыль составила 1,5 миллиарда После публикации отчета стоимость акций выросла на 7%, что поразительно В целом инвесторы встретили отчет с одобрением, несмотря на колоссальные потери Дело в том, что аналитики прогнозировали еще большие потери Аж до 4 миллионов человек Сам Netflix говорил о двух После этого потери всего миллиона подписчиков выглядят не так уж плохо Блог, посвященный новостям, окончен И мы плавно переходим в царство книжек А в нашей рубрике о книгах сегодня мы поговорим о лично моем первом артбуке Ибо артбуке, который я встретил одним из первых вообще в отечественных магазинах Это работа азбуки 2010 года по художественному фильму Джеймса Кэмерона «Аватар» Глядя на эту маленькую, скромную по габаритам книгу, можно заметить, какой путь проделало издательство И сама артбук культур, в частности Если сейчас это большие, я даже покажу руками Это большие, напоминающие, даже не А4, а больше Альбом А3, содержащий множество иллюстраций Которые надо всегда смотреть в горизонтальном развороте То были времена, когда эта маленькая книга помещалась в руках И ее можно было запросто листать одной рукой К слову, о листать Страница выполнена из очень приятной на ощупь бумаги Она не глянцевая, нет проблем, как у некоторых комиксов, с мягким переплетом А книга, она тоже содержит мягкий переплет Страницы склеены, и да, со временем она немного в некоторых местах расходится Но, несмотря на это, она расходится блоками Поэтому большая часть материала никак не пострадала И все еще, несмотря на дефекты, вызванные временем Она хорошо функционирует, и можно быстренько по ней сориентироваться Не боясь, что книжка у вас вот так вот, опа, и высыпется О самом содержании Джеймс Кэмерон в далеких 2010-х создал потрясающий мир Несмотря на то, что сюжет напоминает Покахонтас Кто-то говорит, что его оттуда в наглую сперли Сама по себе идея, стилистически выверенная и визуально оформленная Она была поразительная И недаром сейчас, уже какой? Десятый год он снимается Продолжение Путь воды выйдет в этом декабре И поэтому компании мира недаром активизировались Каждый день появляются кадры из этого фильма Лего вспомнили про первую часть и стали выпускать наборы Вот и я решил тряхнуть стариной и принести этот артбук Он выполнен в формате путевых заметок В некотором диспетчерском журнале Здесь есть основные материалы Причем оформленные как будто это словарь Он скачет от темы геологии к теме биологии и оружейной культуры Где-то он напоминает пособие по, сейчас я покажу Пособие по Borderlands Где буквально вам предлагают Вот Стоит оценить объемы, масштабы перевода Здесь даже логотипы правильно переведены Там ОПР, освоение природных ресурсов Вооружение, масштаб показали Сферу применения, тип оружия, скорострельность То есть если вы увлекаетесь мирами Хотите создать свой Или вам просто доставляет сидеть и читать Все вот эти написанные каким-то графоманами подробности Это прям для вас Вот я, например, не знал, что для оповещения Нави, это вот эти синие двухметровые товарищи Используют маятниковый барабан Это между двух деревьев Набитые татами По которым они бьют специальными палками Я этого не знал, без этого я спокойно жил Но когда я узнал, жить стало чуть интереснее И книга построена по такому принципу Здесь указаны и появляющиеся монстры Типа того же Тонатора Причем это не просто кадр из фильма Каким брезгуют некоторые журналы И брезговали давным-давно Это нет Это, я даже затрудняюсь сказать Это слепок, это 3D модель без текстуры Это иллюстрации в масштабах Если мы говорим про Тейлу Вот эта маленькая личинка, которая в руке помещается Причем здесь все поделено на блоки Например, Фауна Один из моих любимых моментов Я его даже найду Это, разумеется, Леоноптерикс Тот, кто его оседлает, станет настоящим Туруком МакТо Кто-кто? Турук МакТо Огромный четырехкрылый динозавр Который напоминает очень большой самолет С широким размахом крыльев Здесь он тоже есть И хочется отметить, как здесь классно подошли С точки зрения дизайна оформления То есть, помимо нескольких блоков, напоминающих текст Которые сейчас можно встретить в оформленных презентациях Здесь есть и пародия под ручную запись Будто кто-то сидел и своей рукой записывал Это круто! Можно увидеть, ну, небольшая деталь от себя Да, тут видно, какие страницы мне нравились больше всего Все еще закладочки остаются Здесь есть машины Здесь есть техника И даже больше таким промышляли некоторые книжные издания Здесь есть голосарий и словарик Не то, чтобы им кто-то когда-то пользовался На моей памяти Но для ценителей это довольно приятная вещь Потому что если вдруг кто-то уважает, обожает тему аватара Можно, не знаю, ребусы по этой логике строить То есть здесь есть и словарь сам по себе Например, что такое биота, вакуоль, что такое ксенон Или, например, что такое глуханизмы И есть прям словарь языка Na'Vi То есть, допустим, сегодня идет дождь Ужасная погода Я бы даже сказал, худшая на этой неделе На языке Na'Vi это будет A-L Или, например, я помню, как было хорошо, как было тепло Это ЭК Воспоминание, память это ЭК Ну, я надеюсь, что память об этом фильме у меня осталась такой же добрый Повод его пересмотреть Благо, артбук навевает мысли, что все было очень хорошо Я, пожалуй, вернусь и пересмотрю Ну, а вам я желаю, чтобы ваши воспоминания о ваших любимых фильмах оставались такими же незамутненными, приятными И хочу сказать, что на этом наш блок, посвященный литературе и комиксам, заканчивается А мы плавно перебегаем к настолкам Переходя в блок настольных игр, мы не будем далеко отходить от темы странной, непонятной, разноцветной, разномастной живности И сегодня у нас настольная игра Эволюция и естественный отбор О том, чем нам предстоит заниматься и с кем иметь дело, можно понять уже по обложке Это рогатая ящерица, у которой с рогами явно перебор и с цветом тоже кто-то очень сильно не поскупился Это игра от издательства правильной игры К ней вышло уже несколько дополнений Это продолжатель идей оригинальной эволюции, выполненной в минималистичном стиле И сперва пробежимся по компонентам, прежде чем говорить о сути Во-первых, мое почтение, какие здесь классные, мягкие, бархатные мешочки В таких можно хранить кубы, дайсы, жетоны И тут на них явно не поскупились, это очень круто Уже, я не знаю, дополнительные несколько баллов в оценку должны пойти Здесь есть маленький динозаврик в качестве жетона первого игрока Здесь есть, я даже высыплю, деревянные кубики Которые отражают наше питание, как хорошо кушает наш зверь Или даже скорее наш вид Сколько нашего вида Так, вот мы пока убираем И сопроводительный материал для большей аутентичности Помимо памятки здесь есть очень интересная игра в игре Мы можем дать нашему виду научное название Здесь есть латынь И, например, мы можем что-нибудь придумать Говорим свойства, род, вид И из латыни составляем самые разные кричалки, зазывалки Идем дальше Поле, это даже не скорее не поле, а водопой На нем у нас будет храниться пища Здесь у нас обилие жетонов для отображения нашего вида Их можно выбить, чтобы сюда класть те самые упомянутые кубы Здесь популяция Кубиком мы ставим в зависимости от того, сколько нас есть И здесь размер тела в зависимости от того, какой мы здоровы Но и так смотрится тоже неплохо, поэтому это уж как больше нравится Пытаться впихнуть в паз или просто тык-тык-тык-тык И жетоны хавки Самые разные под Самые изящные запросы Здесь есть и рыба И какие-то растения И что-то напоминающее картофель Даже есть кокосы В общем, и травоядным, и хищникам будет что покушать И мы переходим к картам Они выполнены в специфическом стиле Очень ярком, напоминающем акварельные рисунки С минимуму острых черт Все в плавном расположении Базируются на известных нам животных Но цвет и окраска у них довольно специфические Например, вот это То ли лемуры, то ли сурикаты Ну, во-первых, они на деревьях А во-вторых, по цвету они напоминают зебр Здесь есть, кто еще? Ящерицы странных цветов Ну, правда, муравьи не поменялись Какие-то мохнатые волки Но не в этом суть Суть в чем? У каждого из нас есть свой вид Если у нас вид вымираемый, мы можем взять новый Наша задача набрать очки Да, вся эта красивая мишура Нужна для того, чтобы победить по очкам Но сам процесс набора этих очков довольно увлекательный У нас может быть три самых разных свойства Благодаря которым мы должны конкурировать с иными видами За еду И за существование Потому что здесь есть травоядные, а здесь есть хищники Хищники могут нападать на другие виды То есть обычно сравнение идет за счет индивидуальных планшетов Допустим У меня размер 4, у него размер 5 Он больше меня и он хищник Он может меня попробовать сожрать Об этом обо всем говорится в правилах К правилам я хочу вернуться Потому что они оформлены очень понятно У всего есть наглядные примеры И большая часть правил То есть половина Это фактически просто разъяснение самых разных свойств Кто такие стадные животные Что такое рога Зачем нужна засада И мне очень нравится стилистика Минуточку внимания Она напоминает Робинзона Круза Здесь тоже оформление выполнено Но, к сожалению, оно исключительно в правилах То есть до карты эта тема не перекочевала Но напоминает какие-то зарисовки палеонтолога или зоолога То есть мы видим, как был Трицератопс От него череп к носорогу И затем уже окрашена голова носорога В тонах вот эти маленькие тушканчики То есть с точки зрения эстетики Игра приносит небывалое удовольствие Вот, взгляните, предыдущая версия эволюции Она выполнена в стиле Ну, весьма минималистичном И однотонном скорее То есть несколько дополнений Причем вот эта версия, она продолжает тенденцию Уже есть дополнение, посвященное холоду И посвященное крыльям Не помню, выходило ли посвященное воде Но, насколько я помню, краудфандинговая компания На Крауд Репаблике проходила Просто неизвестно, доехала ли еще до всех, кто вложился Прелесть игры в том, что она очень проста в освоении То есть все, что вам нужно Буквально стопка планшетов Колода карт И немного жетонов еды Даже без кубиков можно обойтись Приятное оформление вкупе с довольно простой механикой И вы можете попробовать выяснить Чей же вид окажется более приспособленным к жизни Кто переживет долгую зиму, долгое лето А кто Станет един с великим прошлым На этом наш блог, посвященный настольным играм Заканчивается И мы плавно переходим к концовке Подходит к концу наша программа, дорогой друг И, вопреки обыкновенному, увидимся на следующей неделе Я хочу сказать, что наша программа уходит на летний перерыв Не переживай Отдыхай, набирайся сил, развлекайся А в сентябре мы вернемся с новым выпуском программы Вымпел И я обещаю, мы найдем, что интересного тебе рассказать Из мира гиковской индустрии До скорого!